МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Статистики в Российской Федерации становятся все меньше и меньше от дня ко дню, а некоторые данные и вовсе находятся под запретом публикации. Например, более чем половина бюджетных расходов страны нам, налогоплательщикам, знать не полагается. Причем по закону, принятому теми, кто с удовольствием распоряжается нашими с вами налогами. Однако ведущему экономисту современного Башкортостана Рустеме Шаяхметову удается каким-то образом некоторые данные находить и публиковать, а мы с удовольствием ознакомим вас с ними. Стало известно, что расходы россиян на продукты питания достигли 37% от совокупного дохода. И это критически много. Для сравнения, например, в Соединенных Штатах Америки средний американец тратит на еду примерно 7% заработанных денег. Англичанин около 9%, а житель Сингапура около 8,5%. И отмечу, что это страны с весьма высокими ценами на продукты питания. То же самое статистическое исследование говорит о том, что российские молодые семьи резко сократили потребление мяса, молока, молочных продуктов и фруктов. Причем сократили на 8-20%. И, кстати, это вполне подтверждается тем, что, например, в этом году, в 2023 году, в Республику Башкортостан в три раза меньше было ввезено фруктов и овощей, а у нас эти продукты в основном завозные. Так что, ну, как говорится, будем меньше есть. В свете последних событий на валютных рынках 200 российских рублей стремительно превратились в два жалких американских доллара. Но даже такой незначительной суммой вы можете помочь нашему каналу, помочь нам продолжить нашу деятельность. И, перечисляя такие деньги регулярно хотя бы раз в неделю, вы действительно можете быть уверены в том, что мы продолжим своевременно и качественно вас извещать о событиях в нашем регионе. Сделать это можно единственным способом. Мы публикуем расчетный счет, на который вы можете перечислять те суммы, которые считаете возможным, и мы заранее за них вам очень благодарны. Сегодня, 19 августа, все прогрессивное население Республики Башкортостан отмечает трехлетие событий на Куштау. Того самого редкого в Российской Федерации случая, когда народная стихия смогла хоть чего-то добиться от властей. Можно разнообразно оценивать итоги этого столкновения, можно недоумевать от того, что главными выгодоприобретателями оказались вовсе не конфликтные стороны, а какие-то третьи друзья Путина. Но нельзя отрицать и того, что три года назад у подножия горы Куштау население довольно организованный и весьма эффективный отпор, ну, в конец уже потерявшему берега административному ресурсу, той самой команде Хабирова, и мы всегда будем помнить тот животный страх в глазах дорогого Радия Фаритовича, который мы все наблюдали на видеокадрах, когда он, мокрый как курица, стоял с неработающим мегафоном перед разъяренной толпой. В эти самые минуты, прямо сейчас, у подножия Куштау собирается некий стихийный праздник. Власти, конечно же, этим очень были обеспокоены, искали организаторов праздника, не понимая, что на самом деле явление это, скорее всего, действительно стихийного. И выписывали какие-то бестолковые предупреждения, уведомления и прочее тем потенциальным активистам, которые могли бы быть в теории организаторами этого праздника. Ну, в общем-то, вряд ли это, конечно, что-то изменит. Не знаю, включат ли власти аргумент того, что в Башкирии до сих пор еще не отменены ковидные ограничения, которые, в общем-то, отрицают всякие массовые мероприятия, кроме, конечно же, так любимых Хабировым всяких фестивалей, всевозможных конных развлечений и так далее, и так далее. Вот почему-то этим мероприятиям ковидные ограничения никак не препятствуют. И, конечно же, в теории понять башкирские власти можно, потому что они очень хотят стереть из памяти населения и вообще всех жителей республики Башкортостан события на Куштау 2020 года. Уж очень уж как-то это не ложилось в ту канву единства и всеобщего согласия, которые пытаются декларировать власти России и Башкортостана сейчас и до этого. В конце минувшей недели наконец-то вернули золотое навершие на четвертый минарет мечети Ар-Рахим. Как говорится, случилось. Пять месяцев простоял минарет без купола немым укором властям в их беспомощности и раздолбайстве. Вопреки первоначальным заявлениям Хабирова, он не стал демонстративно и лично принимать участие в этом действии. Ну, собственно, это и правильно. Надеюсь, что он верно воспринял мой совет на прошлой неделе, не устраивать из этого очередной какой-то пиар-повод и вообще как-то немножко вести себя скромнее. Хабиров услышал, слава богу, и всякие там спектакли про Чайковской в этот раз не состоялись. Главным актором возвращения купола стал муфтий Бергалин, который жарко от души благодарил дорогого Радио Фаритовича за участие и внимание к проблеме. Всячески давал понять, что без участия Хабирова, конечно, этого всего бы не случилось. Бергалин одновременно с этим давал понять и о том, что его личный вклад, конечно, неоценим. Как будто он из своего кармана достал и оплатил изготовление вот этого вот золотого купола. Хотя на самом деле с деньгами у Бергалина и Духовного управления Республики Башкортостан что-то не ладится. На прошлой неделе параллельно стало известно, что один из его замов, заместителей управления вот этого Духовного управления Мусульман Республики, некий Габдеракипов подал иск в суд к Духовному управлению Мусульман и Бергалину лично за невыплату зарплаты на протяжении двух лет. По крайней мере, Габдеракипов в своем заявлении в суд утверждает именно так. Судебное заседание состоится в первых числах сентября. И если утверждение господина Габдеракипова получат подтверждение в суде, и он сможет это доказать, то господину Бергалину, кстати говоря, вполне себе может грозить даже уголовное наказание за невыплату зарплаты. Нынче в России, если руководитель не платит зарплату более шести месяцев, ему могут вменить уже уголовное преступление. Ну и, естественно, криминальная хроника команды ХЭ. Находящийся уже несколько месяцев под домашним арестом экс-начальник ХАЗУ администрации главы Республики Башкортостан Алексей Аглесламов, обвиняемый в закупке пиксельных елок по завышенной цене и без проведения конкурсных процедур, заявил в суде, что так получилось исключительно потому, что он торопился порадовать горожан новогодними украшениями, а до Нового года оставалось совсем немного времени. И чтобы, как говорится, не заморачиваться на всякие там конкурсные процедуры, взяли да и закупили у замечательной красногорской фирмы вот эти злосчастные елки. Надеюсь, что суд не воспринят всерьез эту наивную отмазку, и господин Аглесламов, который по версии следствия нанес государству ущерб свыше 50 миллионов рублей, ответит за свои деяния по всей строгости закона. А вот должностным лицам Иглинского района, администрации Иглинского района, похоже, придется отвечать за причинение тяжкого вреда здоровью двоих молодых людей. На минувшей неделе незакрепленный должным образом остановочный павильон опрокинулся и изувечил двоих жителей Иглино. Мы знаем, как яростно гордятся власти городов и районов этими самыми железками, стоимостью сопоставимой с небольшим капитальным строением, а теперь Следственный комитет выясняет, кто конкретно из чиновников Иглино принимал в эксплуатацию эту смертоносную конструкцию. Кстати говоря, существует вероятность того, что и остальные остановочные павильоны в Иглино и других муниципалитетах столь же опасны для жизни, так что берегите себя и держитесь подальше от всех этих хабировских благ. Напомню, что на оперативном совещании в правительстве в минувший вторник Хабиров не стал слушать доклад о ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, заявив, что в этой сфере, по его мнению, все ровно. Так вот, ровно 70 прорывов водопровода и канализации насчитали СМИ только за минувшую неделю. 70 обрывов, прорывов и протечек. Комсомольская, Губайдулина, Российская, Макарова и еще десятки улиц и домов. Повсюду потопы воды, провалы асфальта и затопления подвалов. Если это, по мнению Хабирова, ровно, то что же тогда не ровно? Власти города и республики в упор не видят того, что на фоне регулярного удорожания жилищно-коммунальных ресурсов инфраструктура города Уфы и многих крупных муниципалитетов республики движется в сторону полнейшего коллапса. Но, повторюсь, властям не хочется об этом даже слышать. Комичный случай произошел с жильцами дома номер 21-1 по улице Комсомольской. Когда у них прорвало водопровод, и двор, и подвал дома стало стремительно затапливать, они позвонили и вызвали МЧС. Потому что, по их мнению, это была чрезвычайная ситуация. Однако вместо спасателей во двор приехала полиция. Видимо, выяснить, кто тут шибко умный и кому тут больше всех надо. Вот такая интересная и странная реакция властей на, в общем-то, чрезвычайную ситуацию. А чем же занят господин Мавлиев, мэр тонущего города? Мавлиев продолжает реализацию своего мега-прибыльного энергосервисного контракта и на прошлой неделе заявил, что уже 9 тысяч фонарей из 44 тысяч, которые должны быть установлены, они сейчас уже установлены. Стоп. Изначально звучала цифра 47 тысяч фонарей. И эта цифра прозвучала публично на совещании у Хабирова. При том, что эти 47 тысяч потом еще неоднократно подтверждались. И, собственно, они содержались в контракте. Теперь Мавлиев говорит о 44 тысячах. Так, куда делись 3 тысячи фонарей? И изменилась ли сумма контракта в связи с тем, что фонарей стало меньше? А как обстоят дела с реестром российских товаропроизводителей, в которые должен обязательно состоять поставщик светильников? Надеюсь, что прокуратура уже приступила к проверке компании «Башлайт», которая по факту поставляет эти самые светильники города Уфе. Да и, собственно, вот с этим изменением цифр, которые озвучил юный мэр Уфы, надо бы тоже разобраться. С мусорной реформой в регионе похоже все так же, как с ЖКХ. Ровно. Сразу на двух полигонах случился пожар на минувшей неделе, в Мишкинском районе и в Агиделе. Пока непонятно, был ли это случайность, или все-таки это новый способ утилизации твердобытовых отходов. И, вопреки заверениям министра экологии Нияза Фазылова, жители 12 районов и трех городов республики, откуда был изгнан оператор по обороту твердобытовых отходов в Дюртелемеле-Водстрой, все-таки получили платежки за июль месяц. И никакого снижения стоимости там не случилось. И это на фоне того, что, по сути, услуга вывоза твердобытовых отходов в этих районах не оказывалась два месяца. Да и сейчас мусор вывозят только из тех мест, где, собственно, назревает уже мусорный бунт. А вот в Кумертау прокуратура оштрафовала заместителя главы города, отвечающего за вопросы утилизации мусора, на 40, по-моему, тысяч рублей. Причем надзорный орган выявил на территории города аж 14 незаконных свалок, куда этот самый мусор вывозился. Интересно, а жители Кумертау понимают, кому и за что они платят вот за этот вывоз мусора? Потому что, по сути, он вывозится не туда, куда должен был вывозиться, и стоимость складирования, там, утилизации и, не дай бог, сортировки этого мусора вовсе не такая, как прописано в договорах, контрактах и прочих документах. Просто вывозят на какие-то случайные площадки и сваливают. Вот 14 стихийных свалок были обнаружены в Кумертау. Я считаю, что 40 тысяч рублей за подобное деяние, как-то уж больно уж мягонько. Вообще складывается ощущение того, что жители Башкирии начинают что-то потихонечку подозревать и в чем-то потихонечку прозревать. Как иначе можно объяснить тот факт, что сразу одновременно в нескольких районах вспыхнули конфликты между населением и властями. Мы неоднократно освещали ситуацию села Подольское, жители которого принудительно выселяют, куда попало, потому что их дома и их деревня стоят на богатом медно-рудном месторождении. Так вот, жители этого села, похоже, окончательно поняли, как их развели и прокинули, причем прокинули, как говорится, устами самого Радия Хабирова. В 2019 году он публично пообещал за счет национальных проектов и программ выстроить новый поселок в районе села Сукрак, который в 6 километрах от этого села Подольское. А теперь жители этого села выясняют, что Хабиров попросту их обманул. Сам же Хабиров делает вид, что ничего такого не было, а жители изумленно узнают, что Радифаритовичи пальцем не пошевелил, чтобы обещания свои сдержать. Никакого указа, никаких проектов, никаких рабочих групп по постройке этого поселка так и не было создано с самого 2019 года. Ну, жители села Подольского все же продолжают наивно верить в силу видеообращений на имя Путина и Бастрыкина. Ну, посмотрим, как будет дальше происходить их прозрение и понимание того, насколько в ногу их просто-напросто обманули. А вот жители села Базилевка, поблизости от Уфы, уже точно поняли, что по-хорошему от властей за свои же собственные налоги ничего добиться у них не получится. И на собрании пригрозили администрации перекрытием дороги Шакша-Базилевка, если власти немедленно не начнут давно запланированный ремонт этой самой дороги. В селе Суслова Бирского района родители детей-школьников требуют открытия закрытой школы, и они боятся за жизнь своих детей, которых возят в школу другого населенного пункта за 10 километров, по их словам, дорога, по которой возят их детишек, вечно не чищена от снега и, в общем-то, опасна для передвижения. Разгневанные жители села собрались и стали записывать животворящее видеообращение к Хабирову. Но главе сельсовета показалось, что это вовсе не собрание для записи видеообращения, а целый, что говорится, митинг. И глава сельсовета немедленно вызвала полицию. Ну, замечательно, прямо совпадает с той ситуацией, когда на улице Комсомольской вместо МЧС приехала тоже полиция выяснять, кто там самый умный. Собственно, полиция, впрочем, не увидела никакого митинга, приехала и уехала. Но глава сельсовета от греха подальше ушла пока в отпуск. Глава же Бирского района, в свою очередь, вообще пытался ввести жителей вот этого села Суслова в заблуждение, заявляя, что школа, которая у них закрыта в селе, уже включена в некую программу капитального ремонта. Но в век интернета такие вещи очень долго, значит, практиковать нельзя. Я имею в виду прямой обман. И жители села уже узнали и выяснили, что ни в какую программу их школа не включена. Так что вот как-то придется администрации Бирского района и сельсовету выходить из этой нехорошей ситуации, а люди действительно уже начали бунтовать. Похоже, что во многих уголках нашей прекрасной Башкирии тихий и смиренный народ ранее начинает закипать от всей этой имитации и имитационной бурной деятельности, которой, собственно, только и занимается команда Хэ, но, как говорится, сколько веревочки не виться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова